Всем привет! Сегодня 14 августа, Медовый Спас. Начинаем свой очередной влог. В свете последних событий, что происходит у нас в стране, у нас как-то настолько пустынно. Вечером вот этот парк, где обычно очень много народу, погода хорошая, в принципе, тепло, никого. Такое чувство, что мы здесь одни. Просто вообще ни одного человека нет. Тихо и пустынно. Даже как-то так, знаете, немножко непривычно. Ну да ладно, наше дело маленькое. Закончила смотреть очередной сериал, называется Содержанки. Ну, кто смотрел, то знает, что он довольно-таки такой специфический. Ну, 18+, все такое, да. Но просто он настолько циничный. Так вот я и задумалась, действительно ли это так. То есть все со всеми и за что-то. Да, то есть нету никаких таких морально-этических норм, только выгода и все. То есть никаких там чувств кому-то, ничего подобного. Как вы считаете, имеет место в жизни это быть или нет? Ну, наверное, у кого-то имеет, у кого-то нет. А в общем и целом, можно ли так сказать или нет, что все в этой жизни покупается и продается, что в этой жизни самое главное – это какие-то материальные ценности. А духовность, душевность, она уже, наверное, вообще отошла на какой-то задний план. Так ли это или нет? Вот как вы считаете? Ну, просто фильм действительно стоящий, интересный посмотреть. Такой, знаете, необычный такой формат. И посмотрев такой фильм, волей-неволей начинаешь задумываться, да, над какими-то такими вот вещами, которые, в принципе, не всегда приходят в голову. Ну, у нас это довольно распространенный факт, что, например, на ту же работу, на хорошее хлебное какое-то место можно устроиться, если у тебя есть там связи, если у тебя есть блат, причем не просто знакомый, а обязательно это должен быть какой-то, либо любовник, либо муж, либо папа, либо, ну, брат это вряд ли за сестру будет хлопотать, да. Ну, то есть вот такие вот вещи, да. Согласны вы со мной или нет? Или все-таки, ну, конечно, если ты там умный, семипядевал, буй, у тебя там просто подфартило, да, то есть повезло, грубо говоря, удача случилась на твоем жизненном пути, тогда да, ты, конечно, тоже можешь устроиться на хорошее место. Но в общем и целом, я не знаю, как в ваших странах, но вот у нас как-то так. Связи играют решающую роль, и не надо быть умным, разумным и благоразумным. То есть это самый главный момент. Ну, а название фильма говорит само за себя, раз уж я затронула этот фильм, Содержанки, да, то есть там, в принципе, ходить на работу, как вот с утра до вечера, с понедельника, по пятницу, там вообще такое не обсуждается. То есть тебе повезло, если ты оказался у кого-то на содержании. Кстати, как вы к этому относитесь, вот к содержанкам? Этот вопрос и к женщинам, и к мужчинам. То есть вы приветствуете вот такую форму или нет? Или все-таки за независимость, да? То есть быть у кого-то на содержании, там, ну, у папика у какого-то, или у мужа, может быть, да? Или все-таки лучше иметь эту самую независимость и впахивать, впахивать на работе, вот как вы считаете? Или есть какая-то золотая середина? Вот мне интересно, напишите в комментариях ваше мнение. То есть впахивать за три копейки, это ведь тоже как бы не есть хорошо и правильно. Гробить, грубо говоря, свою жизнь на это. Да, потому что не всем просто повезет найти эту хорошую высокооплачиваемую работу. Или, с другой стороны, быть у кого-то на содержании, это полностью от кого-то зависеть. От его настроения, от его капризов, это, по-моему, тоже ужасно. Да, вот где же найти эту самую золотую середину? Ну, конечно, хорошо, если есть какое-то призвание, если ты нашел свое дело, и все у тебя складывается удачно. И как к этому прийти? Вот да, я вот вас спрашиваю, мне просто интересно. Потому что я сейчас, например, сама нахожусь как бы на распути, вот, то есть я нахожу в декретном отпуске, в который я ушла, будучи, что называется, работающим человеком. Да, то есть я работала, как обычно, все как у всех. Да, а сейчас, вот знаете, такое время задуматься, когда у тебя есть такая уже возможность о чем-то думать. И вот я начинаю задумываться все-таки, как лучше. Нет, это не говорит о том, что я хочу быть у кого-то на содержании, ни в коем случае. Да, вы скажете, куда тебе уже, да? Ну, может быть, почему нет? Да, хочется, конечно, самому что-то делать, ни от кого не зависеть. Еще хочется кому-то и помогать, имеется в виду своих близких. Вот, что-то меня куда-то понесло, конечно. Ну, это же влог, почему не порассуждать? Ну, вот фильм, он наводит на такие мысли. Как вам моя малиновая помада? Стоит ли поднимать деньги, когда вы находите их на улице? Существует два мнения. Мнение первое, что кто-то выбрасывает деньги, чтобы сбросить в себя что-то плохое. Вот. А есть другое мнение. Мнение по транссерфингу реальности, кто читал или слушал эти книги, что найденные деньги какой бы номинальности, номинальности, правильно я говорю? Да. Они не были, их обязательно надо поднимать, потому что любая маленькая денежка будет привлекать большую денежку. Как вы считаете, какое из этих мнений будет правильное? Первое или второе? Может быть, кто-нибудь из копателей меня посмотрит и скажет свое мнение по этому поводу, потому что копатели, они всегда что-то копают, с металлоискателями что-то ищут, и, конечно же, находят какие-то деньги, какие-то находки, да, там, древних времен, может, что-то старинное, но они обязательно этим находкам радуются, обязательно их поднимают и что-то с ними там делают. Очищают, складывают у себя, коллекционируют, либо, может быть, сдают куда-то, я вот не знаю. Поэтому, ну, вот напишите, правда, интересно. Вот я даже не знаю, к чему больше склоняться, к первой теории или ко второй. Раз уж начали разговор про деньги, то я хочу немножко затронуть тему кредитов. Кстати, как вы относитесь к кредитам? Брали ли вы кредиты? Берете ли вы кредиты? Я вот, например, никогда в жизни не брала кредиты. Рассрочки всевозможные, кредиты. Ну, рассрочка – это еще что-то более-менее нормальное, если там нет никакого обмана, если не надо платить никакие проценты. А к кредиту я отношусь крайне негативно, потому что вы что-то покупаете или что-то вы приобретаете, но вы потом переплачиваете во много раз. Так или не так? Конечно, так. Просто некоторые люди рассуждают таким образом, что я хочу эту вещь прямо сейчас, сию секунды, и мне вообще по барабану, что будет дальше. Точнее, они совершенно не думают про то, что будет дальше. Они просто хотят получить что-то сию секунды. Вот прямо сейчас. Кстати, знаю одного такого человека, который именно так и рассуждает, что я хочу это сейчас получить. Вот я возьму кредит, и у меня эта вещь будет прямо сейчас. Так разве не понимаешь, он часто вот говорит, ты разве не понимаешь, что это будет прямо сейчас, и не надо будет ждать. То есть, когда ты там будешь эти деньги откладывать, собирать, копить, у меня прямо сейчас будет эта вещь. Причем именно этот человек, он совершенно постоянно в долгах, каких-то кредитах невыплаченных. Причем он берет один кредит, чтобы погасить другой кредит. Разве это не абсурд? Ну да, очень многие люди идут на поводу своих желаний, и кто я такой, чтобы себе отказывать. Я вот заметила, что очень часто себе отказываю, подавляю свои желания. Ну или то, что подавляю, просто я очень трепетно отношусь к деньгам, в том плане, что достаются они непросто, что называется. Поэтому вот так вот кому-то отдавать и переплачивать, я просто не вижу в этом никакого смысла. Поэтому если что-то очень надо, то можно отложить, насобирать, и либо просто обойтись без этого. Но это мое мнение. Напишите в комментариях, как вы относитесь к кредитам, и как вы относитесь, в принципе, к деньгам. Конечно, в жизни есть такие моменты, когда кредит взять просто необходимо. Ну, например, это оправдано, когда кредит берется на жилье, то есть недвижимость. Как говорил мой дедушка, самое главное, это крыша над головой. Абсолютно прав он был в этом. Дальше. Образование. Если хочется его получить, то есть желание такое есть, получить тоже высшее образование. Просто некоторые могут сказать, зачем оно вообще надо. Ну, кому-то надо, кому-то не надо. Это уже дело десятое. Но, в принципе, на образование тоже имеет смысл брать кредит, если нет возможности платить за образование. Ну, и всякие разные такие жизненные моменты. То есть необходимость взять этот самый кредит, когда деньги действительно жизненно необходимы и очень нужны. А просто речь идет, когда для приобретения какой-то вещи ты берешь кредит. Там телефоны люди меняют часто в кредит. Очередной навороченный телевизор. Там есть вот вышла новая модель, надо срочно брать кредит и покупать эти телефоны, телевизоры и прочее. Вот речь идет именно о таких моментах. Я считаю, что это, конечно, лишнее. Но, опять же, это мое мнение. То есть я себе такое позволить не могу. Да, переплачивать кому-то за что-то, вот чего-то. Речь идет об этом. Ну, еще я знаю, люди берут кредит, если хотят поехать отдохнуть. Тоже знаю такую. Работала когда-то с такой женщиной. Она была, ну, такая хорошая женщина с высшим образованием, какую-то должность занимала. Ну, как-то они порастратились. Она рассказывала такую историю, что вот сидим мы как-то вечером с мужем, сын уже там взрослый, скучно стало. Слушай, а не махнут ли нам там куда-то? В Египет они вот на тот момент хотели. Да, вот денег у них на Египет не хватило. Они метнулись в банк, оформили кредит. И это была зима. И вот они устроили себе лето посреди зимы. Ну, а потом, говорит, мы весь год выплачивали этот самый кредит. Ну, кто его знает? Стоило того или не стоило? Ну, может быть и стоило, да. То есть вот самое разное отношение к кредитам. На то, что касается кредитов. А если говорить просто про деньги, то есть вот экономить на чем-то или не экономить, как вот жить, гуляя рванино, да. То есть я хочу на что, на то и трачу. Или все-таки надо как-то прижимисто быть, вот откладывать. Конечно, здесь должна быть золотая середина. Это однозначно. Потому что можно порастратиться, а потом тебе резко они на что-то понадобятся, причем очень жизненно понадобятся, да. Их просто нет. То есть что делать? То же труба дела. Или наоборот, тоже знаю, такие случаи многочисленные. Может, вы помните, когда-то давно тоже мне рассказывали родственники, там была динаминация, по-моему, или что-то. То есть у многих людей было много денег, сбережения на книжки. И они вот их копили-копили, никуда не тратили. А потом там случился какой-то обвал, и все. И все, и нафиг зафиг, и ничего нет. И все деньги, большие суммы прогорели, и люди их потеряли. Вот тоже, да, вопрос. Еще как хранить эти деньги, если есть что хранить? Как их откладывать? Стоит ли откладывать? Конечно, должна быть, наверное, золотая середина везде и во всем, и всюду. И хорошо, когда есть что откладывать. И это правильно. Так должно быть, наверное. Канжи я люблю летом. Сегодня 17 августа, у нас где-то плюс 30, но вечером уже так попрохладнее, но все равно так тепло, так хорошо. Я вот не понимаю, честно, многие любят зиму. Напишите, почему вы любите зиму, почему вы не любите лето? В прошлом влоге я что-то говорила про жару, и мне многие писали, что любят зиму, лето не любят. Как его можно не любить? Тепло, хорошо, одежда минимум. То есть, одел на себя там маечку, трущики, платье, какой-нибудь сарафанчик пошел. А зима, ты вот одежда, ты все пока оденешься, все это сляканье, погода. Я не понимаю, как это можно любить, действительно? Нет, если у тебя, конечно, есть возможность, опять же, про деньги путешествовать круглый год. Вот я знаю, даже некоторые белорусы в ноябре уезжают куда-то в теплые края и возвращаются сюда в апреле. Вот классно, я бы тоже так хотела. У меня пока такой возможности нет. Ключевое слово, пока.